Смотрите, все тракторы города Москвы приехали сюда, обратите внимание, вот смотри, опа, без тракторов обходится ни один наш выпуск. Здравствуй, дорогой мой зритель, сейчас давайте проедем эту тарахтелку, это нереально. Здравствуй, мой дорогой любимый зритель, на календаре 11 ноября, сегодня мы с вами прибыли на Калитниковское кладбище и дойдем до 17 участка, на котором находится могила легендарного Шансанье, также он почетный житель Таганского района, где, кстати, и находится Калитниковское кладбище, потому что многие спрашивают, почему такого человека, известного, популярного, с деньгами, и почему похоронили его. Именно на Калитниковском кладбище, не самом таком прям пафосном, престижном, потому что, вот как указано в интернете, он был почетным жителем Таганского района. Сегодня исполнилось бы 90 лет Вилли Ивановичу Токареву, могила которого, как вы уже поняли, находится на Калитниковском кладбище, не самом престижном, вот, и слава богу, знаете, я считаю. Вилли Токарева, я думаю, многие знают. В 1974 году Вилли Иванович эмигрировал в США, в Америку. В 1989 году Вилли Токарев прилетел в Советский Союз с гастролями. Я прям вкратце говорю, потому что вас, я смотрю, многих дико бесит, что я много рассказываю. В 90-х годах, как указано в интернете, Вилли Иванович Токарев переезжает в Москву. На протяжении всей своей творческой жизни Вилли Токарев написал огромное количество известных песен. Большинство из них, наверное, процентов 95, это песни именно в стиле шансон. Наверное, песню «Небоскребы» слышали все. «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Я не буду много петь, потому что меня тоже за это ругают, я читаю ваши комментарии. Песня «Чубчик Кучерявы» также из репертуара Вилли Токарева. Песня «Над гудзоном». Известная песня из репертуара Вилли Токарева «В шумном балагане». Огромнейшее количество песен написал, исполнил, огромное количество альбомов выходило в творческой жизни Вилли Токарева. К сожалению, 4 августа 2019 года Вилли Токарева не стало. Официальная причина смерти – онкология. Как указано в интернете, в марте 2019 года прошли последние телевизионные съемки с участием Вилли Токарева. Потом он попадает в больницу, в реанимацию, где, к сожалению, 4 августа 2019 года и умер. Вилли Ивановичу Токареву было 84 года. Как я уже сказал, Вилли Токарева похоронили на Калитниковском кладбище, 17 участок Калитниковского кладбища, куда мы сегодня с вами с букетом рос и дойдем. Потому что я знаю, что огромное количество поклонников у Вилли Токарева. Я уже рассказывал в одном из своих выпусков, хвастался, что в детстве у меня была аудиокассета с песнями Вилли Токарева. Я ее, признаюсь честно, заслушивал до дыр. Я крутил, крутил на магнитофоне. В общем, эти песни, почему-то они мне нравились. Не знаю почему. В принципе, говорят многие, что песни в стиле шансон, это песни не совсем блатняк, это песни о нашей жизни. Песни жизненные, понятные всем нам, простым людям. Наверное, поэтому у Вилли Токарева огромное количество поклонников. Да. Так, ну поменьше слов, побольше дела. Давайте еще, наверное, основную новость я вам расскажу. Не так давно на могиле Вилли Токарева установили памятник. Вот на протяжении пяти лет после того, как похоронили Вилли Ивановича, не утихали скандалы касаемо того, что могила Вилли Ивановича Токарева находится в заброшенном виде. Что его жена с детьми уехала в Америку, загробастовала себе... Ну, так писали в интернете, не я придумал. Загробастовала себе такое большое имущество, такой шансанье великий, захоронен на каком-то скромном Калетниковском кладбище. Нет у него ни памятника, просто крест стоит облупившийся. В общем, вот эти вот скандалы на протяжении пяти лет продолжались. И вот не так давно, получается, с августа месяца, на могиле Вилли Ивановича Токарева началась установка памятника. И, наконец-таки, я уже знаю, что вот сегодня, в такой юбилейный день, сегодня Вилли Токареву исполнилось бы 90 лет, такой вот юбилейный день, на его могиле вот появился уже и открыт, я знаю, что памятник. Мы с букетом цветов сейчас подойдем с вами. Будет ли там какое-то мероприятие, какая-то официальная церемония, открытие памятника, я вообще не знаю, информации никакой нет. Сам памятник я частично видел в интернете, мне одна из моих подписчиц пристала картинка, когда он, кстати, был еще до конца не доделан. Не буду сейчас раскрывать все секреты, как выглядит памятник на могиле Вилли Токарева, мы сейчас с вами все равно его увидим. На моем Boosty аккаунте интересная история, тоже она связана с Вилли Токаревым, когда мне звонила юрист Любови Успенской. Это связано тоже с Вилли Токаревым было, это страшная история, я ее рассказал на Boosty, поэтому можете при желании подписаться на мой Boosty аккаунт и там послушать, посмотреть эту историю, там в красках все это, как обычно я люблю рассказывать. А я люблю рассказывать, я много говорю, я знаю. Я еще монтирую, жалею тебя, твои нервишки жалею. А так я знаешь сколько говорю, минут по 40, по 50 говорю. Ты, моя хорошая, даже 10 минут не можешь выдержать. Видишь, какая ты психованная? Ну вот, надо полечиться немножечко. А я буду все равно продолжать говорить. Потому что информацию, которую я доношу, это именно те люди, к которым мы подходим. Я же должен озвучить, почему мы пришли, кому мы пришли. Вспомните песни, фильмы тех людей, к которым мы приходим. Это нормально. Такой вот у меня формат аккаунта. Если тебе нравится, что без разговоров кто-то бежит, снимает там могилу, есть другие блогеры, пожалуйста, отписывайся, подписывайся к другим. А мне указывать не надо, моя хорошая. Претянуте желаю здоровья и хорошего психиатра найти. Ребятки, поймите слов, побольше дела. С букетом красных роз двигаемся на могилу Вилли Ивановича Токарева. Напомню, что сегодня Вилли Токареву исполнилось бы 90 лет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Иван Иванович. Память уставили, вот здесь Дилиток. Ни седья, от Дилиток. Уже воплощат 90 лет. Вот, понимаете вот, я вот, я вот, я очень очень оченьая. Дилитка. Я был сопер, второй мужчина. Третий вот, вот, человек, вот, чай, чай, чай кушал, вот. А тут у песни, у песни, там Ростик положил вот, ну, у песни вот Дени Ивановича, вот, ну, это просто не у записи, вот. Тут память, господи, память очень вникально, красивая. Это меня сейчас мое, понимаете, вот. Обещали мне, что я знаю, вот, по шоссе, что он умер, вот. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы с вами сегодня, ребятки, и побывали в День памяти на могиле Вилли Ивановича Токарева Не так давно на могиле Вилли Ивановича были, как мне представили их, близкие друзья семьи Вилли Токарева Вот, и поведали мне интересную информацию касаемо могилы Вилли Токарева Камень, который установили на могиле Вилли Ивановича Токарева, везли из Финляндии Вес данного монумента 3 тонны Когда его сюда доставили, на Клетниковское кладбище, то строили такую грандиозную конструкцию из деревянных балок, канатов, тросов И вот этот камень тащили через все могилы, вы же сами понимаете, что могила Вилли Токарева находится практически вот в центре 17 участка, посерединке И то есть нереально сюда трехтонный камень сюда притащить, и поэтому с помощью специального каркаса, балок, вот, его сюда перетаскивали, прямо вот на могилу Вилли Токарева Также сказали информацию, что камень, установленный на могиле Вилли Ивановича Токарева, подбирали под цвет его глаз, такой вот зеленоватый Плюс вот крест, который располагается на могиле Вилли Токарева, это изображение, копия его нагрудного крестика Эпитафия внизу, это строчка из одной из песен Вилли Ивановича Токарева Также поведали информацию о том, что когда Вилли Токарев умер, было принято решение, предлагалось, кстати, Троекуровское кладбище Родственники отказались, им не понравилось расположение, и вообще неуютно как-то, и выбрали они Калитниковское кладбище Плюс это, в принципе, Таганский район, где много лет и жил Вилли Токарев Новых участков на Калитниковском кладбище нет И когда искали место для могилы Вилли Токарева, то вот нашли это местечко На месте могилы Вилли Токарева раньше рос клён Его выкорчевывали, выкупали этот участок земли, выкорчевывали этот клён огромный И вот на месте уже вот здесь уже оформили могилу Вилли Токарева Вроде бы всё озвучило, что мне поведали родственники Они также являются, я так понял, подписчиками моего ютуб-канала Поблагодарили меня за то, что показываю могилы известных людей И прихожу в дни памяти, что вот люди, которые живут далеко, у кого нет возможности здесь побывать Вот благодаря вам, Андрей, такая возможность появилась Спасибо вам за это огромное, сказали мне, конечно, покраснел, потерял сознание, как всегда Ну и мне кое-что интересненькое рассказали К сожалению, интервью взять не получилось Ну я особо и не настаивал, попросили не снимать, я не снимал Ну я думаю, что информация, которую я вам сейчас озвучил, она интересная, она ценная Она даже немножечко где-то эксклюзивная Ещё немножечко побудем на могиле Вилли Токарева Я думаю, что кто-то ещё должен прийти, потому что на часах у нас сейчас где-то около 11 утра Прохладненько, но ничего Ради вас, мой дорогой зритель, можно и потерпеть Птицы кулычат, птицы дорогу кличат Где постоянно спнятся, крышки к вам поднятся А что все прекрасно, не стареет никогда И не похоть меня просто, нигде не нужности, гадя Ну мы, как сказать, не то чтобы вот мы поклонники, чтобы вот да, так как всё-таки возраст-то да Ну песни нравились, как человек, он был плотой души человек И судя по всему, он никого не прошёл мимо Он всегда был в клюзской беде, так скажем, с распростёртыми объятиями А тут вот недавно тоже вот я прочитала, что он даже проживал на Котельнической набережной Это говорит о том, что он был человек очень скромный Даже спустя столько лет, только люди узнают Обычно такие вещи люди как-то не то чтобы хвалятся, но да вот А это случайно совершенно узнали, что он жил там К концу у него там была студия звукозаписи Да, вот только буквально два назад я прочитала И я очень горжусь тем, что я на этом месте, то что в такой день А как вам мемориал? Мемориал шикарный Вчера мы про него прочитали, узнали только вчера Потому что раньше здесь стоял крестик Мы его узнавали, на нём была иконочка И вот когда там идёшь, мы видели эту иконочку и сразу пробирались А сейчас, конечно, это достойный мемориал достойнейшего человека Я с ним 29 лет был другом, Вилли Ивановича 29 лет Начиная он, первые его концерты были в Лужниках Когда он приехал Его сольные концерты, малая спортивная арена Вот, на всех концертах было А последний концерт был благотворительный Он дал этот концерт в памяти афганцам Ну что, я с ним прошёл все ночные клубы, где я с ним был всегда Он меня поздравлял и в городе Видном приезжал к нам на стадион Металлург Михаилу, моему лучшему другу я посвящаю Он там исполнил произведение на весь город Весь город меня знает как достойного человека Поэтому все удивились, говорят, надо же Да, Вилли Иванович Меня он взял, я альбом А потом мне Вилли Иванович подарил, могу вам сказать Он мне подарил кулон С изображением Владимира Семёновича Высоцкого Так как я поклонник Владимира Семёновича Вот, 44 года я на Ваганьково ездил А Владимир Вилли Иванович Стокарев, он выступал Он выступал в Самаре, он выступал Там есть такой спортивный дворец И вот он там выступал, у него был концерт Вот, полный этот был дворец спорта И казаки подарили ему, значит, великолепный медальон Но не медальон, кулон такой Красная лента, герб России И здесь портрет Владимира Семёновича Высоцкого Лично ему И вот он мне этот, этот кулон он мне подарил Яна Ваганькова, у меня есть фотография Я стоял у Владимира Семёновича Высоцкого И всем присутствующим говорил Вот, Вилли Иванович Он же ему написал произведение На Ваганьковском кладбище Похоронен поэт До сих пор мне не верится, что его больше нет Это его произведение Так что 29 лет был я близким другом А как Вы познакомились, помните? Там же и познакомился В 90-м году Он мне подписывал Все там плакаты он мне дал Вот, визитка там была с его изображением Там он У него же всегда шикарные усы были Он, Вилли Иванович, это же Был я и в первую квартиру, когда он приехал в Черёмышках Он меня пригласил И мы поехали на Арбат Был такой там ночной клуб Клубничка двухэтажная Вот там тоже Вилли Иванович В присутствии всего зала Много было народу Для меня исполнил Для близкого друга Михаила из города Видного Я ему посвящаю чубчик Кучерявый Вот В гримёрку заходили Он всем диски дарил Диски дарил Фотографировался со всеми Ну такой был человек Ну им написано, как вот В пределах тысячи произведений Лично Лично Да я могу о нём сколько рассказывать Он сам Он сам прям со сцены, Вилли Иванович Вот Говорил Мне бы тебе царскую И путь будет там благодать Во всём Ты заслужил Ты достойный был Порядочный Добрый Честный Справедливый человек Память твоя Никогда от меня не уйдёт К тебе Я к нему всегда еду Эх, Вилли Иванович, дорогой мой любимый Где только я с ним не был Все клубы я прошёл Я вам сейчас покажу Сколько Какие фотографии Вот Взял я этот альбом Взял Тут у меня альбом престижный Я не знаю Был сегодня Вы, наверное, по телевизору видели все Есть такой Александр Левшин Левшин Александр Он был гитаристом у Аллы Пугачёвой В то время Вот И мы с ним разговор завели Где? Дом правительства На Арбате Там выступал Серёжа Куприк Бывший солист группы «Лесоповал» Вот И Вилли Иванович всегда был почётным гражданином Его всегда Серёжа Куприк приглашал на свои мероприятия Вилли Иванович там выступал Там много было Игорь Слуцкий был Там много было известных исполнителей русского шансона И вот Вилли Иванович Я подошёл Он с акцентом немножко говорил Миша, Миша Ну как ты? Я говорю Вилли Иванович, всё нормально Всё то, что доктор прописал Ты молодец Ты молодец Да Я вам сейчас покажу Ну а я их все Я их все не брал Тут у меня весь альбом Тут и круг Вот Он мне две книги подарил Когда он в Самаре выступал Ему же подарил Толстые две книги О Владимиру Семёновичу Высоцкому Он мне их подписал Ночной клуб «Дуплет» Метро Медведского Там ехать Он Вот Медведского был Ночной клуб «Дуплет» Вилли Иванович там выступал А это Катя Голицына тоже Звезда Звезда Ну а как же На Цветном бульваре Концертный зал «Мир» Там Вечер был посвящён И памяти Кати Огонёк Катюшка это моя любимая дама была Я же им папу и маму всех Вот сейчас Вот фотография Она в Пурге тоже участвовала А как же Катя Огонёк ушла из жизни Никола Архангельская Толя Никола Архангельская Женя там похоронен с ней Отец её А мама Тамара Вот Звёздный Пургадым там шёл от сцены Вот мы здесь Вот я стою Вилли Иванович Токарев Боря Сичкин Это вы? Да, вот я стою Ну бородка, усы я носил Миша Круг Коля Чехов, гитарист А это Лебединская Вот, пожалуйста, снимайте это фото Мой сын, может быть, и выставлял её на странице Не знаю Это вот было как раз Звёздный Пурга Там, в Олимпийском Концертный Забов Начало шансов Двухтысячный год Софтографом Это там написано Он мне это подписывал Это вот в дупле этих, где в дупле Тут все у меня Тут вот Саня Дюмин Ко мне приезжал домой Красавец Вот он ко мне приезжал Мишаня, дружище Успехов во всём Саня Дюмин 2001 год Это мой друган Александр Дюмин Этот великий человек Тут все Тут кого только нет Тут всем Вот Люба Успенская С дядей Мишей Гулько В Олимпийском я их фотографировал Да у меня многие У меня почти все У меня автографы Это Саша Новиков Михаилу Лучшие пожелания 2001 год Это концертный зал Может быть, кто был Около гостиницы России Когда она существовала Ночной клуб был Манхэттен Экспресс Там такой был директор Ой, какой порядочный Директор Володя Рожков Всё Весь шансон там выступал Все и Миша Круг, и Катя Герой Горач Там Дюмин Все Все там Лесоповал группы Все там выступали В этом концертном зале А вот Миша Круг С ним тоже постоянно Зоя Петровна Мама его в Твери Мы фотографировали Мы же его последний путь Провожали Он Лично мне Звонил Я ему фотографии Тут все Группа Бутырка Пожалуйста Вот Володя Ждамиров Вот Олег Основатель группы Это гитарист А вот мы В Терми были Концерт посвященный памяти Сергею Наговицыну Так что везде Тут русский шансон Я с ними со всеми А это фотографии Это вот Вот он мне писал Дорогому другу Вели мне всё Он меня очень ценил И уважал Не только что я поклонник Владимира Семёновича Высоцкого Да Ну и хороший спортсмен У меня хорошие были Достижения В школе учился Это Сын Миши Круга Ему сейчас уже за 30 Вот Дима Сколько там народу был На концерте Мы Вот Слава Медяник В ночном клубе Вот если вам показывать Тут столько всего А Цена Вот Валя толкнула Сын её пришёл Уже крышку закрывали Серёга его там по-моему зовут Нет Серёга это брат её Её брат был Ушёл из жизни Сергей Сын пришёл Такое хмурое Тёмное лицо Тёмное лицо Уже крышку хотели Кто-то кричит Не закрывайте Он пришёл Подошёл Так вот раз А когда уже закопали Мать Слезу пустила А там кто-то стоит рядом И говорит Чё ты плачешь Ты говорит При жизни бы Приходил бы Ценил Любил И уважал бы мать А теперь ты здесь Проведение написанное им лично И аранжировка Я видел его аранжировку Он привёз там В Черёмушках Вот на втором этаже Тогда его первая квартира Он меня пригласил Миша Вот смотри Говорит Эту установку Я привёз Говорит С Америки Здесь я буду работать Говорит Писать творчество Моё Аранжировку Всё он делал сам Лично Без помощи Это мои самые Уважаемые люди В Динамо Все Ну меня там все видели Господи Все меня видели Знают Что я Динамо И к Степашину Я подходил К Сергею Вадимовичу Он же тоже приезжал Он тоже основывается В Динамо Там большой Спасибо Говорит Что Приходишь К Вилли Ивановичу А как не приходить Вы ещё где-то в дороге были А я уже с Вилли общался Вовсю Так что я эту И Инну И Юлю знаю Всех я их знаю Да Весь этот состав С кем общался Вилли Иванович Это его Как бы это стали В жизни люди Ну что Сделаешь Нормально Всё Сын-то у меня работает Мы с сыном Вилли нас уважал Всегда Мы к нему Всегда приезжали И в доме художника Были Где мы только не были Да Везде И на Рязанке Он везде был почётный Его приглашали Он всегда выступал С уважением Ко всем Его зажимали Ему не давали Даже концертный зал Представляете Он мне лично Говорил Михаил Я говорит Обратился С таким вопросом Ну дайте мне зал Говорит Чтобы я мог Выставить Чтобы пришли Кто меня уважает Поклонники Моего творчества Таланта Говорит С таким Непорядочным голосом С таким Говорит Ты что Говорит Один здесь Тут Говорит Знаешь Сколько стоит Не было к нему уважения Вот сейчас я посмотрю Ну всякая ерунда Концертный зал Я уж не говорю Меридиан Метро Калужского Он там скромный Маленький Был-то я там постоянно Кремлевский дворец Крокусити холл Который сгорел Я же был там Всем Все такие стали Авторитеты Вот Авторитеты Для себя И для других Вот Хапуги Барыги Да А ему ничего Не представляли Ему это было обидно Конечно Неужели он не заслужил Вот такая у нас была Да Политика Даже В творчестве Как говорится Да Таким не давали дорогу Даже здесь выступить Ну ладно Он молодец Он и говорил Меня говорит За границей Ценят Знаете как Все Внимание Уважение А здесь Никакого уважения нет От близких Родственники Которые на сегодняшний день Вот Юру я видел Да Юра он муж Родной сестры Инны А Инна Она Сестра Юли Которая в Америке Проживает И двое Дочь и сын Вилли Иванович Они там проживают Да Ну он у меня сейчас встретился Юра шел А еще с ним был другой Юра Который Постоянно У него была такая Установка Вот музыкальная Все время Он на его концертах Он играл на клавишной Юра Юра Я не знаю Был он Или может быть придет Все время Юра был Присутствовал Да Он вот его засечки Он этот ремень носил Я говорю Новый не надо Он бы мне мог из Америки привезти Я говорю Юрий Иванович Любой Любой ремень Хоть себя Я говорю Дарите мне Я говорю Это будет память ваша И он мне подарил Часы подарил Две книги Вот ремень Все И вот Как говорится Брелок Так что я этот ремень Юрий Иванович Ношу Все знают Родные или друзья Что это его ремень Без подделки Я его ношу Вот На похоронах-то много Шансонов было Я всех их видел Всех их знаю Лично Были Да Так чьи же усилия Памятник все-таки А? Усилия чьи памятник Не знаешь Вот я тоже не знаю Я слышал По телевидению Там был разговор Там эта тема Уже пошла на обсуждение Там принимал участие Михаил Захарович Шафутинский Все там были удивлены Почему Говорят Такому человеку Не ставится памятник Почему Почему Говорят Там много средств Средств были Есть возможность Почему не ставят Почему не ставят И Шафутинский Михаил Захарович Сказал Как только будет Эта тема По поводу памятника Я тоже Приму участие То есть Если там договорятся Допустим С Клащину Как говорится Или чтобы тоже Как бы В дань уважения Памяти Веливановичу Тоже какое-то Примут участие Это я слышал По телевизору Была эта передача Да Он даже тоже Удивился Он же Они же все там Друзья были В Америке Веливанович Стокарев Шафутинский Люба Успенская Дядя Миша Гулько Дядя Миша Гулько Дядя Миша Гулько Субтитры создавал DimaTorzok